Еще недавно эти юноши ответственно приняли решение следить за обеспечением общественного порядка и безопасности граждан. А сегодня они сделали важный и волнительный шаг к своей цели, произнесли клятву присяги перед всеми, кто присутствовал на торжественной церемонии. Я Хромен Дзинин, Республика Беларусь, Шарнякеевш Кирилл Иванович. Урачусь, соклянусь, быть верным своему народу, свято притремливаться Конституцией Республики Беларусь, выконывать потребования статутов и загады командиров и начальников, клянусь, добросумленно выконовать воинский обовязок. Нужно и самоотданно оборонять незалежность, территориальную целостность и конституциейный лад Республики Беларусь. Сегодня 130 парней, они присягнули на верность, они своими словами предвестили клятву, в которой сказали, что они с честью и достоинством будут защищать свой дом, свою семью, свою Республику Беларусь. Я уверен, мы, как командиры и начальники, окажем всяческую помощь в подготовке личного состава, передадим те навыки, которые у нас есть, обучим их и будем плечом к ключу готовы выполнить любую по Сталину, командующим внутренними войсками, министром внутренних дел, задачу по обеспечению общественной безопасности, а при необходимости возьмем оружие и станем на защиту цитеральной ценности нашей страны. Местом проведения ритуала стала Брестская крепость, ведь именно это место пропитано героизмом и огромными подвигами. Есть такая традиция защищать Родину. И, наверное, очень символично, что сегодня именно здесь проходят присяжи, стена Брестской крепости, Брест-герой. Наверное, у каждой семьи были эти герои. И, наверное, именно здесь символично, что здесь мы чтим память для наших молитвших дедов и прадедов, здесь мы понимаем гордость и служение Отечеству, потому что именно здесь свое явление во время военных действий, такие как мы защищаем нашу Родину. Присяга стала для них нерушимым законом жизни и службы. Каждые из 130 военнослужащих очень волнуются, ведь они понимают, что теперь на их плечах лежит огромная ответственность обеспечения мира для своих родных и близких. Хотелось им, конечно, пожелать веры в себя, наверное, никогда не изменять себе и своей Родине. И помнить, что Беларусь – это то место, где всегда рады тем, кто к нам дружен и идет к нам с миром. И мы всегда найдем не только слова, но, если понадобится, с ружьем встанем в защиту нашей родной и светлой Беларуси. Юноши пошли на службу без долгих раздумий, ведь их главная цель заключалась в том, чтобы обеспечить нашу страну надежной силой и светлым будущим, а также набраться большого опыта, который пригодится им в жизни. Рядовой Егор Полейко еще в школе решил, что пойдет по стопам своих отца и деда. И когда пришло время, с уверенностью сказал – пойду служить. Вся моя родня по мужской линии, все отслужили. Я не пытался там как-то пытаться что-то откосить, что-то такого плана. Нас все в Родине отслужили. Ну, а чем я буду плохо отслужить? Ну, то есть я уже был готов к этому еще, как только был в школе. Я знал, что я пойду служить. Я хотел именно служить именно во внутренних войсках, потому что они более востребованные у нас в Беларуси. Те, кто будет ждать, родные, близкие и друзья, приехали на торжественное мероприятие. Их переполняла гордость за своих сыновей и внуков. Было очень волнительно, чуть не расплакалось, когда Никита давал присягу. Но берет очень сильно большую гордость, когда смотришь на него. Он еще только красивый, видно, что возмужал, подрос. Короче, очень сильно изменился, и я им очень горжусь. Я очень рад, я горд и за страну, что именно в этой мы живем в стране. И присягает мой внук на верность отечеству. Этот день запомнится юношам и их родным надолго, ведь он стал ключевым моментом в их жизни. Именно сегодня начинаются еще дни, за время которых они будут меняться и совершенствоваться. А отслужив, эти юноши вернутся совсем другими, возмужалыми и сильными. Полина Роцевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.